Как первый русский буддист чуть не стал лауреатом Нобелевской премии. После весны народов в Австрийской империи 1848 года возникло мощное промосковское движение на землях, где население считало себя русскими и боролось за суверенитет, надеясь на помощь России. Освободительные национальные идеи переплелись с идеями о более справедливом устройстве общества на республиканской и даже анархо-коммунистической основе. Коммунизм тогда воспринимался как продолжение общины, как жизнь по свободному договору между свободными от помещиков и государства людьми. Наиболее известным русским славянофилом и коммунистом в Австрийской империи был Иван Яковлевич Франко. «Годы жизни 1856-1916. Писатель и политик». Это был очень образованный человек, доктор философии Венского университета. В год он прочитывал по нескольку тысяч книг и сам оставил около трех тысяч произведений. Франко обладал сеноминальной памятью. Он свободно разговаривал на 14 языках, а переводил с 30. Франко по матери был потомком славного Юрко Кульчицкого, знаменитого толмача Атамана Серко и переводчика австрийского императора, спасшего вину турок. В юности Иван учился в Дрогобычерской гимназии, живя в столярной мастерской своей тетки. Там Ивану приходилось иногда ночевать в новых гробах. Может быть, этот опыт сформировал в нем склонность к мистицизму и мятежный дух революционеров. Австрийскую конституцию 1867 года, якобы дававшую равные права гражданам империи, он называет «винской», приводя как довод то, что из 32 тысяч судебных дел крестьян против помещиков последние выиграли подавляющее большинство. Франко подчеркивал, что следует различать формальное и реальное равенство и свободу. Равенство перед правом, что не опирается на экономическое и образовательное равенство, остается только на бумаге. При социализме, считал Франко, люди будут свободны в выборе, а ценность личности будет определяться ее способностей и полезным трудом. Франко переводил статьи Маркса и Энгельса, но критиковал их за тоталитаризм. И старая беда неравенства, изгнанная за дверь, вернется через окно. Не будет эксплуатации рабочих капиталистами, но будет все власти и руководителей. Все равно потомственных или выбранных над миллионами членов народного государства. За это Ленин называл Франко галецко-русским сепаратистом. Но Иван Франко практически описал будущее СССР. Сам Франко выступал за свободный союз сообщин. Свободный союз сообщин, выбирая представителей в единый представительный орган для решения вопросов крупного производства. В внешней торговле, суда, обороны. Все избранники подчинены общинам, которые их избрали. Критерием прогресса должны быть не тупой рост богатства, развитие науки и искусства сами по себе, а освобождение и развитие человеческой личности. Иван Франко знал санскрит и переводил с него ведические тексты. По его мнению, буддизм наиболее соответствовал научному взгляду на мир. Франко был буддистом. Буддизм, как и революционные идеи, жестокое и реалистичное мировоззрение, но при этом построено на любви. На любви ко всему живому. Франко ел рыбу, но избегал есть мясо. Любимой его едой была картошка с грибами и суп из кваса, грибов и крапивы. Для Франко Будда, который не из грязи в князи, а из князей в грязь, реальности, был истинным героем, так как действовал не ради загробного блаженства, а ради спасения живых существ. В 1896 году Иван Франко издал во Львове стихотворение. Поклон тебе, Будда, во тьме бытия, ты ясности чудо, ты мир забытия. Достойно, спокойно тобой побежден мир похоти, гнева и блеска корон. Царем был, стал нищим. Душой богатырь тобой озарилась подлунная ширь. Ты царство покинул, чтоб духом ожить, сорвал все оковы, чтоб нас просветить. Ты мучился годой под сенью плюща истоки страдания людского ища. Нашел ты источник в души глубине, где страсти роятся, играя на дне. От страха пред адом увел ты людей без мути туманной, загробных идей. Бессмертно лишь тело, а ведь адом любой пребудет вовеки самим же собой. А то, что в нас плачет, болит и горит, и рвется к познанию, творит и летит, Погаснет, как искра, уйдет, как волна, и канет в нирвану без грани и дна. Поклон тебе, светлый, от бедных людей, что бьются отчаянно в путах страстей. И я твой поклонник, иду за тобой, от пытки сансары, в нирваны, покой. Революционер не верит в загробное блаженство, он одинок в бескрайней вселенной, и это одиночество его самого делает творцом. Он не надеется ни на кого, кроме себя и своих товарищей, но при этом верит, верит в людей, ибо иначе нет смысла существования и революции. Любовь – конечная цель революционера, из любви все и все на ней держится. Вот так Гетман Иван Магогрешный присоединил к России буддийскую Бурятию, а писатель Иван Франко стал первым малороссийским буддистом. Несмотря на то, что Франко родился в Галиции, однажды он написал в своем дневнике «Меня сегодня кровнообразили», то есть оскорбили. «Меня обозвали украинцем, хотя все знают, что я русин». Часть произведений Франко писал на украинском, то есть полонизированном русинском, а часть на так называемом язычии или литературном русинском языке, употребляемом на старых русских землях, оккупированных австрийцами и венграми. Язычие – это попытка малороссийской интеллигенции присоединить местное наречие русского русинского языка с церковным и русским литературным языком. Франко боролся против немецко-польско-украинского русоедства. Он пытался сотрудничать с украинцами, то есть сторонниками австрийской власти и униатской церкви, для того, чтобы перетянуть их на свою сторону. Для этого он создал русско-украинскую радикальную партию, проповедовавшую преданность интересам крестьянства, общинное землевладение и артельную экономику. Рурб называла германский социализм и теорию Маркса казармой и была ярым врагом унии из католической церкви, требуя свободы и совести. То есть, несмотря на то, что Франко был революционером, социалистом, он был врагом марксизма. За это творчество Франко было запрещено в Польше. Три раза за свои убеждения Франко сидел в австрийской тюрьме, где подорвал здоровье. В последние годы жизни Иван жил в бедности. «Я зарабатываю на хлеб главным образом корректурой, из-за которой литературная и научная работа являются для меня только роскошью». Писал он в 1904 году петербургскому профессору Энгерову. По предложению священника Иосифа Застрица в 1916 году писатель был выдвинут на Нобелевскую премию. Он не получил, потому что умер. А премия по правилам вручается только живым. То есть, если бы Иван Франко прожил еще год, может, он бы стал первым малоросом, получившим Нобелевскую премию по литературе. И вообще первую Нобелевскую премию. Среди малоросов. Перед смертью Франко сильно страдал параличем рук, от которого его лечили препаратами мущека, артути и йода, которые являются галлюциногенами. Возможно, поэтому писатель страдал введениями к нему, являлись мертвецы и духи. Являясь буддистом, Франко не верил в Бога. Он отказал священнику, который пытался его исповедовать перед смертью. 28 мая 1916 года первый русский буддист Иван Франко отошел к нирване или отправился в очередной круг кармического перерождения. По произведениям Ивана Франко снято 15 художественных фильмов, а в 1939 году в его честь город Станислав был переименован в Ивана Франковского. Спасибо за внимание.